Сегодня на Кукише мы будем готовить густой вишневый джем, то есть полученная желеобразная масса не будет растекаться по поверхности, ее нужно будет слегка размазывать ложкой или ножом. На наш взгляд это оптимальная густота джема. В вишне содержится достаточное количество пектина, поэтому мы будем готовить джем без желатина и прочих загустителей. Почему в подобных рецептах мы не любим использовать желатин? Во-первых, он носит послевкусие, а во-вторых, иногда растворяется не полностью и в джеме попадаются желатиновые кусочки, что совсем не приносит удовольствия. Для приготовления джема из вишни потребуется спелая вишня и сахар в соотношении 1 к 1. То есть на 1 кг неочищенной от косточки вишни потребуется 1 кг сахара. Итак, приступим. Промытую и перебранную вишню пересыпаем небольшим количеством сахара. Слегка толчем ее. Это можно сделать при помощи толкушки для пюре. Нам важно, чтобы вишня пустила столько сока, чтобы он покрыл дно кастрюли. После этого ставим кастрюлю на средний огонь и варим после закипания 5-7 минут. Далее снимаем вишню с огня. Сцеживаем сок в отдельную кастрюлю. Он нам больше не понадобится. Поэтому можете закрыть его отдельно в натуральном виде, либо добавить сахар, проварить его 2-3 минуты. Возвращаемся к вишне. Наша задача перетереть ее через сито. Удобнее это делать при помощи металлической или деревянной ложки. Кто-то предпочитает делать это руками. В полученное пюре добавляем остатки сахара. Размешиваем массу и ставим на огонь. Варим вишневое пюре на слабом кипении 30 минут. Этого времени достаточно, чтобы сделать густой джем. Не забывайте помешивать вишневую массу и снимать с нее пену. Вишневое пюре готово. Тогда разливаем его в подготовленные банки и закупориваем. Хранить вишневый джем можно длительное время в условиях квартиры, либо в погребе. Он отлично дополняет выпечку и десерты. Также его можно добавлять в напитки и соусы. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!